Самарская набережная – одно из самых популярных мест у жителей и гостей города. Она уже преображается к началу летнего сезона. Поливочно-моечные машины работают здесь в 6 утра, чтобы не мешать отдыхающим. Они очищают пешеходные зоны и велодорожки. Сегодня первый день мы начинаем, потому что сейчас плюсовая температура, но по ГОСТу соответствует все, то есть ничего не замерзнет, никто не подскользнется, будет все безопасно и красиво. Каждый день на Самарской набережной специалисты выполняют сразу несколько задач. Прежде всего убирают мусор, очищают урны, вырошат снег, чтобы он быстрее растаял. В этот раз в уборке территории набережной задействовали 7 единиц техники и 24 уборщика. Сезонные работы усилены, чтобы отдыхающие могли комфортно проводить время здесь. Старания персонала не остаются незамеченными. Набережная – красавица, у нас чистота, порядок. О городе заботятся, особенно вот эта наша часть, куда все и туристы, и мы с радостью, с радостью с большой ходим. Весь комплекс работ, предусмотренный на набережной, выполняется в рамках апрельского месячника по благоустройству. В дальнейшем будут ремонтировать и красить лавочки, урны, приводить в порядок детские и спортивные площадки, плиточное покрытие дорожек. Уборка городских территорий идет по всей Самаре. Продолжаются работы по очистке проезжих частей, тротуаров от снега и мусора. При необходимости проводится откачка талых вод. Основные задачи и работы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание провел заместитель главы Самары, руководитель департамента Александр Андреянов. На этой неделе пройдут первый «Средник» и «Субботник». Все желающие могут участвовать в уборке города не привязанных в неделю. То есть во всех администрациях районов сформированы перечни мест, где можно получить инвентарь для уборки прилегающей домовой иной территории. Поэтому здесь все зависит от желания выйти. Проведена проверка готовности управляющей компании проведения месячника, МБУ. Проверено наличие инвентаря, лопат, грабель, мешков, перчаток. То есть всем этим управляющая организация обеспечена. 3 апреля в «Средники» примут участие муниципальные служащие и работники администрации внутригородских районов. 6 апреля «Субботники» пройдут на общественных территориях. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.